Перепутал обидчика с врачом. 24-летнего Владимирца осудили за нападение на медика. Как установили следствие и суд, имена Абдулазизова избил неизвестный мужчина возле ночного клуба. Потерпевший потерял сознание, его нашли сотрудники полиции и отвезли в Красный Крест. Там парню оказали помощь, однако вместо благодарности тот напал на врача. Удары пришлись в область груди и головы. 41-летней сотруднице скорой пришлось долго лечиться. Обвиняемый свою вину признал. За эту выходку молодой человек отделался годом условного срока. Сбрасывали нечистоты в Клязьму. Прокуратура Петушинского района наказала нерадивых коммунальщиков. Как установил надзорный орган, Костеревские коммунальные системы и ГКС «Водоканал» нарушили водный кодекс РФ. Организации сбрасывали сточные воды прямо в Клязьму. На это никаких разрешений у них не было. За нарушение компании заплатят штраф в 50 тысяч рублей. Еда со вкусом бензина. В Судогодском районе некий предприниматель Фролов поставлял некачественные продукты в детские сады. Это выяснила районная прокуратура. Как установил надзорный орган, бизнесмен возил дошкольникам фрукты, овощи и молочную продукцию в грязном фургоне. Продукты перевозились в открытом виде и лежали рядом с канистрами с бензином. Фролову грозит крупный штраф. Но самое интересное, как вообще предприниматель выиграл торги? Бизнесмен уже был внесен в реестр недобросовестных поставщиков продуктов. Проедет всю страну на хендбайке. Таковы планы 58-летнего экстремала из Волгограда. Алексей Костюченко в одиночку решился на пробег из Калининграда во Владивосток. Накануне мужчина проезжал Владимир. У Алексея нет кисти рук и ног, однако это не помешало ему решиться на такое грандиозное путешествие. Как заявлял он сам, своим пробегом хочет показать, что инвалидность не приговор. 10 тысяч километров отчаянный путешественник планирует покорить за два года. За перемещениями Алексея можно следить в его группе ВКонтакте. Редактор субтитров А.Семкин